МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Речь идет об одесском старом жилом фонде. На этих выходных произошло два обрушения. Одно из них в самом сердце. Одесса на Екатерининской, 8. Об этом будем говорить с нашим гостем. Общественный активист Олег Михайлик присоединился к нам. Олег, здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, напоминаю нашим телезрителям, что у нас открыты линии для голосования. Сегодняшний опрос как раз приурочен к этим событиям. Звучит он таким образом. Как городские власти занимаются ремонтом старых зданий? Отлично, очень плохо, никак. Олег, добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Вы всегда отзываетесь по горячим вопросам, потому и вы есть, наверное, общественник. Ты живешь по старому времени, у тебя еще день. Согласен. Мне не нравится слово общественник. Я просто тот гражданин, который любит действительно этот город, который отсюда не уехал. И надеюсь, что мои дети тоже... Общественник, это не именно орицательно. Я действительно хотел подчеркнуть вашу общественную деятельность. Итак, о чем идет разговор? У нас профицит бюджета в городе, у нас деньги на каких-то депозитах обрастают процентами. При этом на текущий момент мы видим три страшные штуки в городе. Да бог уже с этим Екатеринская 8 адресом. Но начнем с него. Екатеринская 8 раз, Потемкинская лестница два. И теперь третий вариант. Я сегодня чуть не прослезился. Я действительно чуть не расплакался. Куда увозят, извините, 150-летнюю мостовую? Брусчатку. И что будет дальше с нашим городом? По-моему, вы дошли до ручки. А я бы вас еще спросил, так будем мы все-таки проводить в Одессе Евровидение? Потому что я был у вас в студии, и рассказывали, готова ли Одесса к Евровидению. А потом, когда сказали, она не готова, мэр убеждал, что даже если мы не будем принимать Евровидение, мы все равно не остановимся и будем наш город делать лучше и лучше. И вот это... Тогда они это делали вместе с тогдашним губернатором. Стоит честный. Да, откровенно. Удивительное единение, пяткой в грудь били два человека в кадре. И сегодня мы имеем то, что имеем. И думаю, что, к сожалению, обвал не последний. И было бы интересно, если бы такой обвал произошел, когда весь город кишел бы, потому что Евровидение – это действительно огромное количество иностранных туристов. Вы видели больше покрытие вообще осколками? На Екатеринской 8. Я видел ваш репортаж, что 50 квадратных метров. Вы понимаете, что это вообще такое? Это были бы трупы. Я понимаю, что, к сожалению, в Одессе уже был ни один труп, ни один человек был покалечен, начиная от упавших кирпичей со здания Одесской филармонии, когда покалечила семью и убила, по-моему, ребенка или маму ребенка. Мы просто шли и гуляли из пригорода Одессы. Я прекрасно помню, потому что знаю человека, чьего родственника убил балкон в прошлом году, якобы после сильного ливня. И слава, слава, слава тебе, Господи, что не убило ни пешехода, ни посетителя кафе, никого в этот раз. Вы знаете, что страшно? Вчера со своим сыном шла, хотела пройти под домом. Он ко мне поворачивается и говорит, ему 5 лет. Мама, я смотрела в новостях, что девочка шла под домом, и ее убило кирпичом. Нельзя ходить у нас под домами. Это понимает 5-летний ребенок. Неужели этого не понимают городские власти? И почему департаменты управления выделяют по 2 миллиона на Спасо-Преображенский собор и не выделяют деньги на ремонт фасадов? В частности, господин Орловский сказал о том, что здание на Екатерининской 8 было в списке на ремонт. Я вам сейчас скажу больше, не знаю, видели вы это или нет. Господин Козловский, есть у нас еще такой руководитель департамента, он сказал, что 100 лет назад здание построили с нарушениями. И именно поэтому оно валилось. Господин Козловский... Предлагаю подать в суд. Бессмысленно. Но те, кто строил здание, безрукие гастарбайтеры. Вот только если так, здание пережило 2 войны. Еще раз говорю, безрукие итальянские гастарбайтеры. Вероятно, так. Я знал, что в мэрию набирают бездарей. И главным мерилом является то, насколько человек, который там работает, преданный своему боссу, хозяину, непосредственному начальнику. Но туда, оказывается, набирает еще откровенных лжецов. Потому что... Господин Козловский говорил, когда было обрушение лифта, что аварийные лифты совершенно безопасны. И виноватые мамочки, которые не берут ребенка на руки и не завозят в начале коляску, а потом не втискиваются туда с маленьким ребенком. Поэтому высказывания Козловского, простите, но, по-моему, даже обсуждать не стоит. Но он является одним из руководителей основных департаментов. Что нужно сделать? Послушайте, сейчас мы будем топтаться, потому что почему топтались. Но он человек некомпетентен. Вот как говорят в Одессе, не Копенгаген. Но в Одессе говорят две фразы. Первая, не Копенгаген. Вторая, наобичевый балкон. И падают этой фразе уже много сотен лет, на самом деле. Как минимум полторы. Так вот, а к чему говорю? Хватит говорить о том, что он говорит неправильно. Хватит говорить о том, что он ничего не делает. Давайте будем говорить, как это изменить. Давайте. Вопрос в том, кто-то слышит это или нет. Что же слышит? Это слышит весь мир, на самом деле. Мне из Канады сегодня позвонили. Это слышит весь мир, кроме мэра Труханова, кроме господина Козловского, кроме Одесского городского совета. Кого нужно менять? Сегодня ситуацию надо кардинально менять. Если эти люди не справляются, их надо отправить в отставку и выбрать других. Потому что, ну, хватит насиловать этот город. Если нет у нас законной процедуры, согласно которой мы можем отозвать депутатов, убрать мэра. Уже есть прецеденты. Процедура есть. Отзывы и депутатов, и мэра. Другое дело, кому это надо, и кто это сможет осилить. Если вы помните, как пытались Костусева отправить в отставку, ничего из этого не вышло. Ну, в итоге вышло. Ну, я думаю, он сам уехал. Не выдержала, душа его и сердце не выдержала, вероятно, нагрузки в те революционные, в революционный период времени. Ну, как раз успел до революционного времени уйти. Как сейчас в интернете модный флешмоб. Меня не взяли, так вот меня не взяли в решение. Вы понимаете, денег в бюджете сегодня завоевали. 6,5 миллиардов в бюджет города. Как вы сказали, 300 миллионов лежит на депозите. На конец прошлого года 600 миллионов гривен были неизрасходованы. И выделяются какие-то колоссальные суммы. Вообще непонятно на что. 40 миллионов КП, как называется, городская охрана, муниципальная охрана. Муниципальная охрана для того, чтобы платить зарплаты. Муниципальная безопасность. Департамент муниципальной безопасности. То есть, слушайте, вот знаете как, мне как Одесситу на самом деле реально не жалко, чтобы уже кто-то, какая-то компания чья-то, кто-то, я имею в виду, чья-то компания освоила эти деньги. Но давайте уже переведем город в порядок. 40 миллионов освоят? Их освоят. Выделяют деньги абсолютно не на сохранение исторического облика, не на ремонт этих балконов злочастных, не на ремонт крыш. У меня на округе был, я живу в центре города, у меня на округе был депутат Угельман, который красивые книжки... Это не депутат, это, извините, сейчас уже нет, и слава богу, что его нет. Я знаю, что не с Мартом Королёвым там соседи поучаствуют, извините, это уже можно напомнить уже не просто депутату. Знаете, когда депутату напоминаешь, что это одно, а когда напоминаешь вице-мэру... Значит, мой дом в его красивой красненько-беленькой книжечке был, числился, как в нем поменена крыша. Мы ни депутата не видели, ни людей его никогда не видели, и крыша у нас никогда не... при нем точно не менялась. А вы говорите, осваивают деньги. Вот так эти деньги осваивают. Даже уже, как я с вами согласен, взять компанию, которая реально это сделает. Но этого же никто не делает. 200 домов сегодня в очереди на ремонт фасадов, крыш и в состоянии, которое надо сегодня уже срочно делать. Там 100 из них аварийные или около того. Если даже взять по 500 тысяч, это сделать фасад, крышу, достаточно денег, то это денег всего 100 миллионов. А 300 лежат на депозитном счету. 100 миллионов надо для того, чтобы привести в порядок. Давайте посмотрим сюжет как раз Романа Семенова, который делал материал по обрушениям, которые произошли на этих выходных. Прошу вывести. В пятницу вечером рухнула часть жилого дома на улице Тамана Чипиги 6. По словам очевидцев, обвалилась часть стены на первом этаже двухэтажного дома. Пострадало угловое помещение, где находился санузел. Было установлено, что в результате обрушения на площади 10 метров квадратных фрагментами строительных конструкций был завален вход на первом этаже пристройки к жилому дому. Также создалась угроза дальнейшего обрушения здания. В квартире жили мать с ребенком. Женщина сообщила, что помещение уже давно было в аварийном состоянии. Приехала с работы, зашла в туалет, выбегая из туалета, потому что почувствовала, что оно начинает валиться. Эта стенка начала валиться. Я начала вот с этой трещины. Пошла эта трещина, пошло потом там трещины, пошли. Вот оно завалилось все. Я не знаю, что мне делать дальше, куда мне идти, где мне жить. В итоге было принято решение эвакуировать несколько семей из дома. Две семьи мы отселяем, предоставляем материальную помощь. Патриарная организация уже приступила к работам. Выставлены временные крепления. И по их заверению в течение двух месяцев работа будет закончена. Еще один обвал произошел утром в воскресенье в центре Одессы по адресу Екатерининская, 8. Обрушилась часть фасада исторического здания на четвертом этаже. Дом является памятником архитектуры. Фасад был построен в 1910 году. По словам чиновников, фасад был в аварийном состоянии. Ранее жильцы дома уже обращались в мэрию за помощью. И здесь планировались ремонтные работы. Фасад был в плохом состоянии техническом. Поэтому мы запланировали его уже в марте месяце выполнять работу по этому фасаду. Этот объект у нас в капитальном ремонте. Уже должны были приступать. На следующей неделе заказчиком является управление по охране памятников. Но, к сожалению, пришло обрушение. Слава Богу, что без жертв. Роман Семенов, Виталий Прус, Евгений Войтенко, Думская ТВ. Итак, у нас, оказывается, все немного не успели. Вот знаете, вот не долетела птица до середины Днепра, у нас до Екатерининской, 8. Планировалось вот-вот. Вот-вот мы же немножко не потянули. Положить плитку на Аллее Славы было важнее, оказывается. Так она уже тоже облилась, не переживайте. Все снова будут укладывать. Получается так, что 20 миллионов списать туда, и даже год не прошел. И вот это выражение, я сегодня целый день не могу успокоиться. Кто-то из этих бездарей что-то построил, что отстоит 100 лет. Вот мне интересно. Они не могут ничего построить, то, что отстоит несколько лет. И рассказывать о том, что 100 лет назад, я не хочу сказать там пафосно, но это известные и великие архитекторы, которые знают там большинство... Это исторические имена, о чем вы говорите? Большинство людей там... Это история архитектуры, послушайте. 100 лет отстояло, и сегодня сказать, что оказывается они схалтурили. Ну мы Майему, шумайему я кто кажет, как теперь выходить из этой ситуации? Я не знаю, выходить на митинги, писать письма. Но мы же знаем, что в Одессе люди не выйдут. Беда в том, что какие бы вы письма сегодня не написали, вам в лучшем случае придут, наверное, грамотный ответ. Ничего более. Никакого плана по реконструкции, сохранении центральной части города Одессы нет. Никакой системной работы по выявлению вот таких проблемных объектов, составления их первоочередности нет. Нет. Это должен быть целый комплекс мероприятий. Мне повезло, я разговаривал с одним из киевских ребят, которые занимаются реставрацией во Львове, в Киеве. И я как-то вас в студии озвучивал. От полугода до трех лет происходит только выявление проблемы и ее планирование. Планирование того, какие меры надо сделать. А у нас затыкают дыры. Ну, заделают, наверное, эту дырку. И будут ждать, что обвалится следующее. Как можно надавить на городские власти в данной ситуации? Давайте так. Нужно убрать кого-то. Труханова надо убрать. И надо поменять городской совет. Хорошо. Какие образом? Давайте будем честны. При предыдущих мэрах тоже никто ничего не делал. Никто не занимался фасадами. Ни при Косте себе, ни при Гурвице, ни при Подылане. Нет. При Косте себе занимались фасадами. Я не знаю, сколько денег списали. Но даже была программа трудоустройства безработных на реконструкцию и на ремонт фасадов. Ну, хоть одну реконструкцию при нем вы помните? Да, сделали. Действительно. Где? Сделали на Екатерининской. Восемь? Нет. Это недалеко от Малой Арнаутской. Там целый квартал. Про полквартала сделали. Пол брошено. Леса только недавно убрали или точно начали ковыряться. Я хочу сказать, что действительно ни при Костусе, ни при Гурвице никакой системы не было. И если при Гурвице это еще как-то держалось... Было помоложе. Было помоложе, вы абсолютно правы. То сейчас процессы будут, к сожалению, ускоряться. То, что валился масонский дом, то, что чуть не... Кстати, тоже я понимаю, что там были заложены изначально серьезные ошибки при расчете строительства этого дома. Вероятно, масоны известные каменщики... Дом Русова туда же. Известные каменщики, построившие огромное количество... Грим построили, между прочим. Замков, которые стоят не одну тысячу лет. А, наверное, свой дом масонский они запроектировали, построили с огромными нарушениями. Там они более ответственно подходили. Здесь они знали, что это Одесса, Украина. То есть, может быть попроще. Не надо было, конечно. Возможность потомкам освоить бюджет. Освоить бюджет. Вы понимаете, дальше будет хуже. Дальше будет хуже. В первую очередь должны бить на бац. Самые граждане Одессы, тем, которым эта проблема не безразлична, и депутаты. Почему молчат депутаты? Ну, вероятно, знают. Они голосуют так, как им говорят. Там только несколько депутатов, у которых есть собственное мнение, и которые там еще немного слышны. Все остальное это покорное стадо, которым до нашего города, до наших чаяний одесситов, им абсолютно без проблем. Ну, как один из вариантов. Может быть, людям объединяться на округах, писать письма своим депутатам, и пусть они решают вопрос. Можно. Добиваться таким образом. Нужно. Осталось дело за малым. Чтобы одесситы поднялись, поняли, что от их Одессы скоро ничего не останется, и начали что-то делать. Потому что я, например, как активный гражданин, я стараюсь участвовать. Мои знакомые, друзья, но нас просто мало. Ну, абсолютно верно. Действительно, активных граждан у нас очень мало, к сожалению. Активных граждан на самом деле много. Просто финансирования вашей деятельности нет, поэтому вас нет. Поэтому нас не слышно, не видно, и на нас никто не обращает внимания. Но вы абсолютно правы насчет того, что нас, наверное, не очень не слышно. Но взять у кого-то деньги и потом стать... А потом же вы будете петь совершенно другие песни. Сейчас вы свои песни честные поете о жизни, а потом... Ну, спасибо, что я могу себе это позволить. И делаем, что делаем, и будет, что будет. Будем молиться пока что, чтобы никого не убило. Нет, надо рассказывать. Вот вы делаете действительно большущее дело, рассказывая одесситам, что нельзя мириться. Нельзя продолжать сидеть дальше на диване, потому что завтра дом может обвалиться. Или там кухня у человека может быть. Невозможно сегодня жителю города вытащить из кармана 200, 300, 500 тысяч для того, чтобы привести в порядок фасад, крышу, ливневую систему или канализацию. И это все, в принципе, делается в нормальных городах. Берется в центре города, один дом, либо квартал, приводится его в порядок. А потом говорят жителям, либо создайте СМД и возьмите его себе на баланс. И, пожалуйста, дальше поддерживайте. Либо мы ставим сюда управляющую компанию, которая будет заботиться об этом доме. И спрашивать будем и с вас, и с них. Это уже никто не делает. Хочу к вам старым анекдотом. Олег, фантастика на втором этаже. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Осторожнее, не ходите под балконами. Спасибо. Олег Михайлик, общественный активист, был нашим гостем. Прервемся на несколько минут. Продолжим говорить о том, как разрушается Одесса. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Субтитры предоставил DimaTorzok Добавил субтитры предоставил DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok